Национальные организации региона решили объединиться в ассамблею. Сегодня об этом расскажет нам гость студии Степан Буянов, атаман военно-патриотического союза казаков Владимирской области. Степан Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Национальные объединения области всегда достаточно дружны. И так вместе, помогают друг другу, делают перекрестные какие-то мероприятия свои. А здесь решили объединиться в ассамблею. Ради чего и зачем? Ну, идея созревала в течение шести лет, на самом деле. Мы в это время участвовали в совместных мероприятиях, как посвященных Дню Народного Единства, так и Дню Города, праздникам, посвященным Дню Конституции, ну и многим другим праздникам. Очень часто стали собираться вместе, решать какие-то совместные вопросы, представлять интересы друг друга в отношениях с органами власти и местного самоправления. Ну и вот она постепенно, эта идея стала уже озвучиваться, и все чаще и чаще. И вот 26 января мы впервые собрались все вместе, отдельно от властей и органов местного самоправления, и пришли к выводу, что нам нужно объединиться и создать такую общую некую организацию. А недалеко, как вчера, состоялось учредительное собрание на эту тему, и мы все вместе решили создать Владимирскую региональную общественную организацию и в кавычках Ассамблею народов России. Вот такое вот название, всех оно устроило. Было 15 учредителей физических лиц. Но в дальнейшем, после регистрации, мы будем принимать в члены нашей организации и юридические лица, то есть те организации, которые возглавляют представители народных диаспор и, соответственно, Союзу казаков Владимирской области. Целями нашей Ассамблеи народов является укрепление национального единства, укрепление развития межнациональных отношений. Вот. Сохранение поддержки этнокультурного и языкового многообразия, укрепление общероссийской гражданской идентичности, формирование общегражданского патриотизма, ну и, соответственно, участие в реализации государственной политики, национальной политики. Все равно кто-то выступил локомотивом. Такого не может быть. Все вы нашли поддельности идеи, но кто-то дал этот толчок. Ну, получилось, что локомотивом как раз выступил председатель чеченской диаспоры Уциев Абос Хавкаевич. Что он сделал первым делом? Это он нас объединил в единую группу в WhatsApp. И вот с этого все и пошло. И первым нашим мероприятием совместным это была встреча с бригадой врачей из Башкирии, которым мы устроили такой как бы прощальный ужин, когда они уезжали. Это был 10 января этого года. И вот мы все вместе сбросились и организовали. Ну, за чеченщиком там была Башкирская диаспора. Ну, организовал нас всех туда еще, в эту группу, организовал Абос Хавкаевич. Это было первое неформальное... Это было первое неформальное, да. Ну, второй повод собраться и оказать помощь семье нашего, одного из нас, который вот недавно скончался, этот Тухтасин, короче, представитель узбекской диаспоры. Вот, он лежал долгое время в больнице, он с нами везде участвовал, в общем-то, до этого. И он очень хотел и поучаствовать, и в создании вот этой вот нашей общей организации, но, к сожалению, скончался. И вот мы его буквально несколько дней назад проводили в последний путь. И вот тут мы опять собрались все вместе, вот, и как один, значит, приняли такое решение, помочь семье там материально, вот, ну, и оказали некую помощь. То есть это говорит о чем? О том, что мы не смотрим на то, кто какой национальности, кто какой принадлежности, там, или религиозной, там, или народной, и так далее. Мы просто все вместе, друг с другом, как одно целое, уже работаем. Вот, то есть создание организации, оно продиктовано жизнью. Ну, и будем дальше работать. Вот вчера утвердили устав, избрали председателем, кстати, Уциева Абоса Хавкаевича. Сегодня должен был со мной прибыть сюда, но по семейным обстоятельствам, к сожалению, не смог. Вот, заместителем у него будет Ежан Сергей Ашотович, наверное, тоже вы его знаете, он известный, известный человек во Владимирской области. Ну, и 9 человек правления, которые, в общем-то, они тоже представляют национальную или народную диаспору. То есть все люди уважаемые, все известные, вот, и все готовы трудиться. Очень понравилась вчера встреча всем, кто был, всем очень понравилась. Ну, мы там за разговором выпили по чашечке чая, вот, чисто символически посидели, как одна семья. Вот, у нас, оказывается, у всех общие интересы, вот, а есть еще и смешанные браки, вот, о которых тоже мало кто знал. Оказывается, там, значит, православные есть и мусульманские совместные браки. Вот, раньше как-то не очень вникали в это дело. Так что много у нас общего и много общих интересов, поэтому будем дружить, будем работать. Подобные объединения есть в других регионах? Да, подобные объединения есть в соседних регионах, мы уже общались с ними. Это в Ярославской области и в Ивановской области есть подобные. Ну, и по многим другим регионам тоже подобные есть, просто они, как бы, подальше от нас, вот, поэтому, ну, если зайти в реестр юридических лиц, то там таких объединений очень много по России вообще. Какова ближайшая задача ассамблеи и вообще, может быть, у вас уже есть такой календарный план на 2021 год? Знаете, значит, ну, ближайший план мы еще не успели составить, вот, но уже цыганская диаспора уже готовит праздник, посвященный культуре цыган. Вот это, насколько я помню, будет в апреле, то есть уже в этом плане мы уже работаем. Вот, теперь татарская диаспора планирует провести в летний период очередной сабантуй. Вот, мы раньше участвовали в сабантуй, вот, и в этом году, в общем-то, готовы участвовать. Так что, вот, по крайней мере, вот эти вот два праздника, это точно мы будем все вместе. Ну, и День города, День Конституции, День России, вот, это все наши, как бы, общие праздники будем участвовать. День народного единства также. Буквально еще, да, две минуты эфирного времени, немножко уделим, да, фрагмент эфира самому Союза Казаков Владимирской области. У вас какие изменения к этому моменту? В нашей организации, да, в нашей организации такие произошли изменения. Раньше мы назывались Владимирским городским казачьим обществом. Вот, в прошлом году реорганизовались, буквально 30 октября была регистрация, реорганизовались Военно-Патриотический Союз Казаков Владимирской области. Сокращенно, просто Союз Казаков Владимирской области. Почему мы решили стать областной организацией? Потому что мы работаем не только в городе Владимире, но и за его пределами. В частности, у нас в городе Гусе Хрустальном, в школе номер 10, действует казачий кадетский класс с сентября 2017 года. То есть мы работаем, в общем-то, и за пределами, как я уже сказал, города Владимира. В городе Владимире у нас три военно-патриотических клуба. Это 28-я школа в Добром, 26-я на площади Ленина и 39-я на Нижней Дуброве. Везде казаки работают штатными педагогами и дают дополнительное образование нашим воспитанникам. Это по истории казачества, по строевой, по стрелковой подготовке. В Гусе Хрустальном еще рукопашный бой есть. И верховая езда есть. И в Гусе Хрустальном у нас там, правда, не все занимаются, но кто тянется к этому, те ходят. И здесь у нас организованы, у нас очень хорошие связи с конной базой Михеева, недалеко от Зато Радужного. Мы с ними работаем очень много лет, сотрудничаем. То есть, ну вот в этом плане. В общем, готовим молодежь к службе в армии, воспитываем патриотов нашей Родины, готовим себе достойную смену. Ну что же, я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в эфире был Степан Буянов, атаман военно-патриотического союза казаков Владимирской области. Сегодня мы рассказали о том, что теперь у нас появится ассамблея народов России во Владимирской области. Все национальные объединения решили не просто так объединиться сами по себе, а вот создать такую мощь, объединиться вместе и делать добрые мероприятия для всех нас. Да? Да, все так. Спасибо.